Надпись на стене «Я скучаю по тебе» прямо на входе в общежитие, похоже, обращена к коммунальщикам или просто к нормальной жизни. Дом на Ленина 40, на лестницах темно, сквозняк из-за выбитых окон, на общей кухне текут все краны. Кажется, и не видно из-под грязи, какого цвета были стены. На полу сплошные дыры, линолеум здесь менялись 16 лет назад. При этом у дома есть управляющая компания. Вот это вот берили, получается, два года назад мы сами. Также мы деньги собирали, все это мы оттирали, все отмывали, все сами. Вот видите, вот эти вот заплатки, линолеум, все делаем сами. У нас нет таких денег, понимаете, чтобы платить, получается, самим же ремонт делать, еще жилу платить. Ну это же ненормально. Проблемы дома вполне типичны для общежития. За коммунальные услуги здесь платит только 3 человека из 10, причем эти жильцы оказываются заложниками ситуации. За комнату в 17 квадратов к оплате 3,5 тысячи в месяц. При этом только в строке содержания и ремонт почти 1000 рублей. На одном этаже 24 комнаты. Если бы сборы были стопроцентными, проблем бы не было. Но в документах управляющей компании долг за комнатами от 30 до 60 тысяч. Если бы они не оплачивали, хотя процентов 80 даже, то уже можно было по штабу разговаривать. А на сегодняшний день у них задолженность 1 миллион. В минувшем году дому повезло попасть в программу капитального ремонта. На него потратили почти 4 миллиона рублей. Заменили проводку, трубы, смесители в общей кухне и отремонтировали душ. С ним не все прошло гладко. Мы когда моемся, вот эта вот вода, вот эта вода, плещи как бы вот так вот сверху. Если вот на нее дети пройдут, это будут грибовцы работать. Вот подойди, посмотри, как они сделают. Вот если оттуда вода сюда идет, это либо обратно весь идет. Надо было туда им проехать, а они наоборот их кверху подняли. На свою работу компания-подрядчик дает гарантию 5 лет и вопрос с душем обещает решить. Но только если будет доказано, что это действительно брак. После капитального ремонта дом принимала комиссия в конце декабря. Через 2 месяца пришла жалоба. На деле оказалось, что все, что можно было сломать, просто сломано. Вырваны смесители, разбиты радиаторы. Были и другие особенности. Люди, допустим, стирают в местах общего пользования и льются шлангов в воду прямо на пол. То есть как бы говоришь, что ну как вы так-то по щиколотку воды. Это же все там ниже этажом спускаешься, капли с потолка, замочены стены, а там проводка новая. Вот, то есть это может в принципе здание разрушиться. Тем временем дом продолжает жить и растут долги за коммуналку. Взыскать их практически невозможно. На посуду приставы возвращают в буквальном смысле копейки. Должникам платить нечем. Для самой управляющей компании общежитие тяжкое бремя. Надо расплачиваться с той же ТЭЦ, надо платить зарплату сотрудникам. Кстати, как раз сотрудники на фоне общего упадка к дому не так внимательны. Уборщица, да, вот именно это. Ну что она тут пришла, понимаю, длинолем у нас страшный. Я, ну как бы, тяжело мыть, я это все понимаю, да. Но тем не менее, можно же окна протереть. Сегодня комментировать ситуацию в жилищной инспекции не стали. Специалисты пожелали сначала основательно разобраться в происходящем. Для этого жильцам надо написать заявление в ведомстве. К слову, в этом году непростой дом снова ждет капитальный ремонт. Будут менять кровлю. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.